Что ж, всем привет! Начинается новый день, точнее для меня он уже так подходит к концу, 6 часов вечера, собственно через час уже будет закат. Вышел на улицу, не вытерпел дома сидеть, не то что невыносимо, но да, захотелось в общем активности. Вот, пошел в местный парк, сейчас будем смотреть, что здесь такое. Парковка, а вот тут собственно парк. Вот, будем ходить бродить. Значит, что, какие мысли, ощущения? Мышечных болей особо каких-то нету, чуть-чуть в икроножных есть такое ощущение, что они поработали, так скажем. Вот, в остальном все окей, но это не значит, что можно расслабиться и собственно втопить сегодня опять там на многочасовую прогулку. Вот, к тому же тут, можете обратить внимание, такой рельеф все-таки присутствует. Вот, поэтому кое-какая нагрузка, короче, все равно идет. Вот, а я понимаю, что фокус на завтрашнем дне. Но, я себе что сказал? Я себе сказал, что просто если я сегодня из дома не вылезу, то завтра я буду, скорее всего, ну, типа не раскишем, но мне будет настолько вообще, так скажем, не по кайфу, вот, что я решил, нет, надо сегодня хоть немножко походить, подвигаться, вот, потому что, ну, блин, организм, организм просит, организм просит. Вот, но, к слову, значит, это не значит, что я целый день лежал и бездельничал. Да, я целый день лежал, это так, вот, но, собственно, писал, что я сделал сегодня? Я написал около четырех часов, вложил в то, чтобы написать фидбэк по монтажу ролика по гридам, прописывал все моменты, все нюансы, причем не так, что нравится, не нравится, а именно описывал нравится почему, не нравится почему, чтобы, соответственно, Антон, да, который это все монтирует, чтобы он четко понимал, то есть почему так или иначе, вот. А для чего это важно? Для того, чтобы избежать каких-то комментариев с моей стороны в следующем, то есть при следующих итерациях, когда Антон уже будет, да, что-то править, он уже будет, так скажем, ну, то есть произойдет калибровка моего видения, да, с видением Антона, вот, и, собственно, все-все замачивается, и он, когда уже будет это делать, он уже будет понимать, ага, вот так я сейчас не буду тут ставить в монтаже, потому что Андрей точно напишет, что это надо будет поменять и так далее. Вот, соответственно, написал отчет, ну, не отчет, а комментарий детальный, прям с огромным удовольствием, с огромной любовью по грядам, значит, созвонили с тренером, обсудили планы на следующую неделю, значит, чего, к чему пришли? Значит, последние две недели моя вариабельность сердечного ритма ночью, она просто падает-падает вниз, вот, и она уже вышла за все, как бы, пределы, вот, это говорит о том, что, ну, накапливается какая-то усталость, вот, ну, и в целом я сам чувствую, что чуть-чуть-чуть больше какую-то сильную нагрузку даешь, и какие-то такие начинаются простудные, так скажем, желания у организма, вот, собственно, я думаю, что это накопительный эффект, накопились две мои супердлинные тренировки тяжелые, ну, поэтому, а организм хитрый, да, то есть он что говорит? Он говорит, Андрей, еще нормально, мы еще можем с тобой в хорошем ресурсном состоянии побегать и так далее, это действительно так, вот, но у всего есть предел, да, и мы заболеваем тогда, когда организм такой, ну, все, я уже все, что мог, все сигналы, которые только можно было дать, дал, теперь я требую неделю отдыха, и все, начинается болезнь, и ты вынужденно, вынужденно восполняешь свои резервы, вот, поэтому важно, важно вовремя, вовремя это все отслеживать, поэтому вот вариабельность, как одна из гипотез того, что организм говорит, Андрей, пора отдохнуть, вот, и если мы все время, то есть что для нас раньше был отдых? Я, кстати, иду и стараюсь выбирать дорогу, где поменьше холмов, вот, если раньше организм, соответственно, говорил, точнее, не организм, если гипотеза раньше была такая, что у нас один выходной в неделю, и этого достаточно, да, с учетом того, что, ну, Александр достаточно такую щадящую нагрузку дает, вот, ну, вот, белки тут бегают, все как положено в нормальном парке, вот, так вот, да, с учетом того, что нагрузка, так скажем, не такая уж прям тяжелая, то в целом, как бы, одного дня выходного достаточно, и с учетом того, что недели чередуются, то есть одна неделя, там, такая развивающая, там, другая неделя восстановительная, ну, и так далее, вот, то, казалось бы, что этого достаточно, но поскольку как раз по своей воле, да, я прям перерабатывал пару недель на этих длинных тренировках, вот, видимо, накопилось, короче, если кратко, решили сделать три выходных, вот, то есть завтра будет день теста, вот, а уже послезавтра, то есть вторник, среда, четверг, это будут выходные дни, единственное, что туда мы добавим в один из дней купание, просто в бассейне поплавать, и серии утром 15 минут, вечером 15 минут, просто, чтобы поймать, ну, то есть чувство воды не потерять, потому что все-таки с плаванием сейчас самое такое для меня, как бы, тонкий момент, ну, то есть, признаюсь, посещают меня мысли, типа, одним днем сказать тренеру, Александр, давайте, короче, так, признаемся, что плавание явно не мой сильный конек, вот, и давайте мы просто будем его в поддерживающем режиме делать, вот, чтобы я, как там, плыл свои, там, 2.20, так, собственно, и проплывал, вот, и будем фокусироваться на велосипеде и беге, вот, но я все-таки решил собрать волю в кулак и сказать, то есть проверить гипотезу, что каждый раз, когда тебе тяжело и ты хочешь сдаться, вот, именно после этого момента начинается рост, поэтому, ну, я решил, что, как бы, пора просто еще потерпеть, продолжить эти тренировки без видимого прогресса, ну, вот, и, собственно, в надежде получить какой-то результат, вот, собственно, да, поэтому плавание в поддерживающем режиме, чтобы, как бы, уж совсем там не скатиться куда-то, вот, потому что, ну, как Александр говорит, что именно на плавании очень быстро и легко можно потерять форму, вот, то есть если на велосипеде и беге ты, как бы, да, тоже форму теряешь, но ты ее быстро набираешь, то вот с плаванием набрать форму, это, как бы, большой, большой вопрос, когда ты ее немножко так приспустил, так скажем, вот, поэтому так, и, соответственно, да, созвонили с тренером, и что еще мы сегодня сделали, так, что-то я сегодня, что-то много всего делал, кому-то что-то писал, отвечал, блин, ну, ладно, скажем так, если не можешь вспомнить о том, что ты делал, то это было не так важно, и большой повод задуматься вообще, занимался ли ты важными делами сегодня, да, вот, хорошо, что еще, что еще, сон, думал, что меня вчера вырубит, потому что позавчера, как бы, какая там, была какая-то там нагрузка, мало спал, думал вырубить, но нет, прямо вообще просто лег, и часа два не мог уснуть, очень странное состояние было, вот, ну, и, собственно, была надежда, что все, сейчас я, как бы, лягу спать, и меня, прямо, это, выключил все будильники, но нет, проснулся в 7 утра, то есть, поспал там 7 с половиной часов, и все, как бы, ну, без вариантов, просто, ну, не хочется спать, и все, вот, что-то там не делай, вот, ну, что ж, я, как бы, с этим положением дел смирился, так, пойдемте по трое, поскольку мы все-таки в трейловых кроссовках, вот, голеностоп потренируем еще, вот, хотя, ну, да, по идее, да, короче, и вот сегодня, ну, то есть, уже, получается, третья такая ночь, когда я, ну, как бы, мало сплю, ну, там, типа, по 7 часов, и самое, как бы, что странное, что днем тоже спать не хотелось, то есть, я лежал целый день, и думал, ну, наверное, сейчас меня вырубит, потом поел, пообедал, такой, тоже, думаю, ну, сейчас меня вырубит, и вообще ни в одном глазу, просто такой дикий бодряк, вот, очень странное состояние, то есть, казалось бы, такое состояние должно быть наоборот, когда вариабельность высокая, да, когда организм взвинчен, но нет, вариабельность низкая, да, что говорит, как бы, такой накопленной усталости, и, казалось бы, блин, все, парень, ну, отдохни, типа, что сон будет просто, только сел на скамейку, и все, уже, уже спишь, но, как бы, нет, вот, в моем случае нет, поэтому, странно, странно это все, вот, ну, собственно, что, так, что у нас тут происходит, у нас тут какой-то подъем на горку, я вижу, но мы пойдем, пожалуй, вот этим путем, вот, горок нам вчера хватило, вот, потому что завтра еще предстоит важная, важная такая работа, вот, так что, так что так, что бы вам еще рассказать, хочется, хочется что-то, что-то рассказать, вот, про планы рассказывать не буду, которые с тренером построили, вот, потому что это все не про настоящее, вот, а про настоящее, что, кайф, кайф, собственно, гуляю, интересный, интересный парк, какая-то природа разнообразная, вроде как, вот, и уже в предвкушении, кстати, история про рис, да, который я скушал, да, он был прекрасен, вот, собственно, у меня тут еще рядом хороший магазин, как бы, ну, 7-11, вы все знаете эти магазины, вот, так здесь прям большой супермаркет, он даже, как это называется, 7-11, что-то мега или что-то такое, вот, там прям, ну, прям все клево с продуктами, ну, вот, собственно, сегодня еще по планам зайти в такой рейд, ой, что это за интересная такая штука, турник, но не турник, jump, touch, beam, непонятно, надо прыгать, это для детей, наверное, ладно, непонятно, написано, что надо допрыгнуть до самой высокой точки, до которой ты можешь допрыгнуть, но я до нее могу рукой дотянуться, что-то я не понял, не понял, да, ну, к слову, да, да и все, вот, 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 это уже понятная штука, более-менее, вот, так, собственно, в парке ничего нельзя, вот, ничего нельзя, вообще, как бы, вообще ничего нельзя, просто можно ходить, а, кстати, да, об этом Патрик мне рассказывал, вот, что тут, например, на велосипеде кататься нельзя, он, обезьяны, тут даже бегают, причем это, это, это весьма, как бы, дикие обезьяны, как я понимаю, да, а, ну, собственно, да, собственно, это какая-то обезьянная, обезьянье поляна, вот, ну, а тут рекомендация, что держитесь от них подальше, потому что, потому что обезьяны вас боятся, человеки, вот, так, подъем, конечно, туда, в природу манит, но нет, прямая дорога, наш путь сегодня, вот, ну, парк такой, что, нормальный, прикольно, что, да, рельефный, бег тренировать, конечно, хорошо, по такому, еще бы эти, грунтовые дорожки были и так далее, а, ну, так вот, к слову, да, про грунтовые дорожки, в этом-то весь и соблазн, то есть ты идешь, ты, как бы, видишь грунтовые дорожки, видишь подъемы, спуски и так далее, вот, и кажется, что первая мысль, блин, так я тут на велосипеде покатаюсь, потренируюсь, ну, вообще крутая же трасса, да, горки, подъемы, спуски, но нет, Патрик сказал, что тут прямо категорически к велосипедам настроены, причем он сказал, что вообще-то в целом в Малайзии такая история, несмотря на то, что, ну, как бы так сказать, Малайзия, ну, чуть-чуть, наверное, даже более, вот тут популярен триатлон, да, и вообще велосипедный спорт, чем во Вьетнаме, тем не менее, он говорит, что прямо вплоть до того, что ругаются, когда велосипед к стене прислоняешь, вот, это как бы понятно, если меня велосипедисты смотрят, надо понимать, что, ну, прислонив велосипед к стене, это надо делать очень аккуратно, чтобы царапок не оставить, конечно же, не на велосипеде, а на стене, вот, так что, такие вот, такие вот мысли, такие вот мысли, Нин, ты будешь это когда монтировать, если это все полная ерунда, скучная, то, в принципе, можно и не вставлять, ну, вот, потому что, потому что, в общем, вот, блин, не хочется, не хочется как-то останавливаться, хочется что-то рассказывать еще, потому что точно, точно сегодня я что-то делал интересное, что я делал интересное, что-то я писал, смотрел, хотя нет, по сути, да, я действительно очень долго занимался комментариями по гриду, собирал там всю необходимую информацию и так далее, вот, то есть, это такая интересная тоже история про перфекционизм, ну, то есть, казалось бы, с одной стороны, вот, вот вопрос такой, да, Андрей, ты вот этот грид, ролик по, гайд по съемке дисторшн гридов, ты это для чего делаешь? Для того, чтобы принести пользу обществу ценные знания, для того, чтобы сделать красивый какой-то продукт, или для того, чтобы получать удовольствие от, ну, то есть, непосредственно от процесса, блин, пойдемте, наверное, все-таки туда, потому что там что-то уже близко очень машин, вот, а тут более такая природная история, так вот, значит, и я себе отвечаю на эти вопросы, если моя цель принести, ну, на первом месте, если вот прямо ставить, да, приоритеты, допустим, если моя цель была бы принести пользу обществу, сообществу, то я бы уже давно этот гайд выпустил, сделал бы его как-то, потому что я понимаю, что тут важнее содержание, а не форма. Гайд может быть сколько угодно красивым, сверстан идеально, смонтирован, но, как бы, смысла это не поменяет, то есть, те люди, которые захотят получить эту информацию, они в любом формате, в любом виде ее получат, поэтому я бы уже давно это выложил, вот, потому что, грубо говоря, на том же самом ноушене, я бы это за один вечер все сверстал, ну, вот, и все, и выложил, сказал бы, вот, ребята, вот информация, вот самая ценная, да, то есть, последовательность действий, все остальное, картинки, это уже про что-то другое, соответственно, отвечая себе, польза обществу явно не первый приоритет. Дальше, для чего я это еще делаю? Ну, на самом деле, я уже внутренне почувствовал ответ на этот вопрос, мне действительно нравится, я хочу создать что-то красивое, то есть, я хочу прямо создать такой, ну, имиджевый продукт, сделать прямо реально круто, ну, насколько это возможно, ну, во-первых, для того, чтобы самому себе сказать, что, Андрей, ты красавчик, потому что ты сделал максимально качественно, ты не гнался за сроками, собственно, а ты сделал, ну, вот, максимально качественно, и ты перед собой, перед самим собой, ты честен и спокоен. Первая съемка прошла, прошла не так, как нужно, ты сказал, окей, мы переснимем, да, это будет стоить в два раза дороже, естественно, весь бюджет ушел на первую съемку, ну, практически весь. Я такой говорю, ну, ладно, что ж, ну, буду снимать, значит, за счет компании. Ну, точнее, тогда я принял решение снимать за свой счет, но поскольку, в общем-то, все с бизнесом развивается и хорошо, то, собственно, поскольку это проект компании, соответственно, это за счет компании происходит. Вот. Ну, опять-таки, те, кто, естественно, участвовал в создании этого ролика, это не значит, что я говорю, что ваши деньги сгорели, а, собственно, тот ролик, который выйдет, он, ну, это, типа, мой ролик. Нет, конечно же, естественно, что ваши деньги, не сгорели, они помогли, собственно, потестить, помогли понять, что работает, что нет, помогли на основе того материала, который мы отсняли, собрать, ну, некий аниматик, вот, то есть, это все, все пошло на дело. Вот, соответственно, вот такой, как бы, ответ. А дальше, если следующий вопрос, типа, Андрей, может быть, все-таки баланс найти? может быть, все-таки, это не совсем разумно, пытаться сделать суперидеально, а просто, может быть, сделать хорошо, и сделать это быстро. То есть, что я имею в виду? То есть, когда я что-то делаю суперидеально, так, за фонтаны сразу извиняюсь, может быть, будет шумновато для вас, но, зато красиво. вот, короче, идея в чем, что 80 на 20, да, то есть, ты можешь 80, то есть, что получается, что сейчас я вкладываю 80% усилий, чтобы получить оставшиеся 20% результата, до 100%, да, которые приведут этот ролик. Вот, и то, на самом деле, я понимаю, что идеала не существует, и даже, когда я его выложу, потом я найду что-то, что мне до конца не устраивает, ну, как со многими моими музыкальными, не видео, я буду такой, ну, себе говорить, ну, ладно, в следующий раз сделаю как надо, вот. Так вот, короче, да, сейчас получается, что я вкладываю 80% усилий в 20% результата, когда, когда в целом можно вложить 20% усилий, получить 80% результата, а это будет, ну, более чем, как бы, офигительно, вот. И, соответственно, после этого все это уже дело запустить, получить ту энергию обратную, возвратную от общества, и на этой энергии создать еще, ну, большое-большое количество, там, крутых ценных продуктов. Но, головой я это понимаю, а вот почему-то внутренне, вот, не понимаю, а может быть, как раз-таки наоборот, вот я о чем сейчас подумал. Смотрите, история в чем, что когда я сказал, что головой понимаю, сразу же, внутри себя оговорился, да, я вспомнил концепцию, что наш мозг, это как раз-таки, не наш бро, ну, условно говоря, да, вот, поэтому все логические умозаключения, они, как бы, не совсем правильные, и полезные, так скажем, при должном уровне осознанности, вот, и тут я подумал, что может быть, то, что мне кажется логичным, на самом деле, это какое-то внутреннее ощущение, сейчас объясню, сейчас немножко, сейчас немножко вылетел, вылетел из мысли, еще раз, вложить 20% усилий, получить 80% результата, вот, кажется логичным, но, собственно, опять, теперь я себе говорю, а вдруг, вот это кажется логичным, это на самом деле, не умозаключение моего мозга, а это именно, вот это внутреннее состояние, то есть, то, что, то, что мне диктует, там, вселенная, космос, внутреннее, там, что-то, и так далее, а вот мозг, как раз-таки говорит, такую хитрую игру играет, да, он говорит, что, нет, надо доделать, надо доделать до идеала, вложи столько времени, сколько нужно, да, Андрей, это нелогично, вот, ну, ну, то есть, и, типа, и мозг, как бы, он мимикрирует, мимикрирует под какое-то вот это вот внутреннее состояние, почему так? Потому что, значит, мозгу выгодно, чтобы я это делал долго, почему долго? Потому что для меня, и для мозга, точнее, для мозга, не для меня, для мозга это понятное состояние, что это значит? Это значит, что, как бы, никакого стресса нету, со всеми есть договоренности, процесс идет, Вот, ну, медленно там, да, там, правки не так, ой, ну, какие-то итерации происходят не так быстро, как нужно. Ты сидишь, как бы, все спокойно, ну, то есть, правки происходят не так быстро, как могли бы происходить, не правки, а апдейты по монтажу. Вот, опять-таки, это для мозга хорошо, потому что каждая новая, по сути дела, каждый новый апдейт – это некий стресс, да, почему? Потому что, ну, мне приходится принимать решение, то есть, я понимаю, так, вообще, там, Антон, сколько готов вообще терпеть, терпеть мои правки, да, мои комментарии. Что-то, допустим, и как каждая новая итерация – это такой некий вопрос, который я себе задаю, который про что? Про то, что, например, ты принимаешь какое-то решение, этот кадр добавить или убрать, и в зависимости от того, добавляешь ты этот кадр или убавляешь, убираешь, тебе нужно для какого-то следующего кадра создать дополнительный контент, что-то отснять, какой-то скринказ сделать, то есть, ты начинаешь вовлекать в процесс людей. Поэтому мозг понимает, что каждый вот такой, каждая, ну, там, каждая новая версия монтажа – это какая-то новая итерация, которая создает, ну, такие стрессовые ситуации. Опять-таки, стрессовые, опять-таки, это не значит, что стресс избыточный. Нет, любая коммуникация с человеком – это стресс так или иначе, то есть, это, ну, некая, ну, то есть, такой поток энергии, да, ну, вот, и так далее. То есть, опять-таки, стресс может быть, ну, положительным, вот. И, собственно, как раз-таки это вот про это. Но мозгу все равно это не нравится. Он такой, типа, что, зачем, зачем мне тут, зачем мне тут всякие переживания и так далее. Давай мы просто будем делать идеально, чтобы все было супер прямо выточено. Ты просто сделаешь какое-то красивейшее видео, это будет шедевр. Давай не спеша продолжим в таком же темпе двигаться, все будет хорошо, классно и так далее. Вот, и вот, вот, как бы, хитрая игра в чем может быть. Вот, и при этом, опять-таки, я же, я же уже через это все проходил, я сколько сделал своих идеальных музыкальных видео, ну, где я действительно себе говорил, что я прямо за каждый кадр отвечаю, я прямо, ну, то есть, сделал все так, как хотел и не шел на компромиссы. И был ли я по итогу доволен, ну, как бы, доволен-то да, но стоило ли это того, тут сложно сказать. Вот, то есть, потому что, ну, потому что, когда ты делаешь что-то на 100% какое-то видео, да, вкладывая просто кучу времени, энергии, ресурсов, ну, вот, нельзя сказать, что ты получаешь кратно больше, ну, какой-то возврат, чем нежели, если бы ты это сделал на 80%. Вот, но с другой стороны, перед самим собой, конечно, кайфово, что ты знаешь, что ты действительно, ну, все, ты вот прямо сделал так, как вот, как надо было, как должно. Вот, так что, такие вот, как бы, интересные размышления, вот, в парке, в парке все-таки это отпускает меня сразу на поразмыслить. И опять-таки, да, спасибо вам большое, еще раз, еще раз повторюсь, что вы все это дело слушаете, потому что, как я и говорил, рассуждать, размышлять нужно вслух. Я тут еще видео посмотрел, что и читать можно вслух попробовать, вот, и, в принципе, попробовал, один день этим занялся. Ну, там история в чем, что ты и дикцию тренируешь, и, то есть, да, начинаешь более, там, правильно говорить, паузы делать, акценты и так далее. И в целом тебе это помогает сфокусироваться, ну, потому что ты создаешь больше, там, вибраций, больше вовлекаешься в процесс, да, потому что, когда ты просто читаешь, ты, у тебя там, ну, одни, одна нейронная связь работает. Когда ты начинаешь, собственно, читать и говорить, у тебя больше подключается нейронных связей, ну, и в теории это более эффективно, более помогает тебе сфокусироваться. Вот, поэтому, собственно, про чтение, это я что, про чтение начал говорить? А, то, что, да, вот, благодаря вам какие-то вещи хожу, рассуждаю вслух, например, и это помогает. Вот, например, вчерашняя история про... вчера ли это было? Да, вчера, правильно. Когда в лесу я шел и рассуждал про то мое, так скажем, бизнес-мой ресерс, который я делаю, и который, ну, идет как-то прям так, не то чтобы тяжело, но нету такого позитивного подкрепления со стороны вселенной, что вселенная не откликается, не говорит, что да, давай, все правильно делаешь. Вот, она просто молчит. Вот, я понял, что все, да, надо просто себе признаться, надо расслабиться, и, собственно, все, вывод был сделан. И сегодня я проснулся и уже эту задачу в голове не держал. Я себе сказал, ну, окей, оно как-то само собой там сейчас происходит. Вот, форсировать не буду и думать об этом не буду. Соответственно, утро посвятил другим приятным, кайфовым мыслям и так далее. Вот, хочу сюда пойти, потому что тут какое-то, что-то загадочное на вершине. Вот. Говорил, что не буду по холмам ходить, но тут без вариантов. Загадочная, загадочная парковка на вершине. Ну, ладно, почему бы и не. А, к слову, это, кстати, стадион. Тут буквально, это еще маленький, не, а это не стадион, это какой-то комплекс. Короче, здесь, или вот здесь, сейчас точно не скажу, в каком направлении, начинаются поля для гольфа, небольшие совсем. Вот, а прямо за ними большая зона, там находятся стадионы всякие. Какие всякие? Футбольный стадион, хоккейный стадион, концертный стадион. В общем, такая зона прямо мощная в этом плане. Так, что-то тут уже все шумно все стало. И так далее. Вот. Поэтому что? Вот, ну туда мы не пойдем. Я, на самом деле, конечно, хотел туда сходить погулять, но... Но нет, это уже тумач. Вот, надо и отдохнуть. Ногам дать. Вот, сегодня, скажем так, просто... Разгоняем, разгоняем все, что там накопилось. Вот. Молочную кислоту и так далее, и так далее. Ну, это, на самом деле, я пытаюсь оправдать свое нежелание. Спокойно полностью день провести в расслабленном состоянии. Вот. И да, вот сейчас, что я понял, что... Вот я вам говорю, что приоритет на тест... Ну, опять, если бы приоритет был на тест завтрашний, то... Ну, блин, я бы не пошел, наверное, гулять сегодня. Вот, и все эти слова, которые я вам говорил о том, что... Если я сегодня не погуляю, то я буду в таком состоянии размазанном... Все тоже оправдание. Оправдание в пользу того, чтобы пойти погулять. Потому что организм просит, несмотря на то, что завтра важный тест. Вот. Поэтому, ну, вот так как есть. Так как есть, что себя обманывать. Вот. Так, до заката 40 минут осталось. В принципе, пойдем уже в обратном направлении. В принципе, это вот весь парк. Нам куда-то вот туда, в ту сторону надо идти. Да. Вот. Поэтому так, да. С вами рассуждать, размышлять очень классно. Вот. Потому что... Потому что в тишине самим собой очень сложно держать фокус на какой-то мысли. Постоянно какие-то помехи возникают. Ты начинаешь думать об одном. А потом через полчаса ловишь себя на мысли, что ты вообще о чем-то другом уже думаешь. И мысль свою не додумывал в итоге. Вот. А с вами, да, есть необходимость доводить мысль до конца. Вот. И благодаря этому, собственно, какие-то выводы действительно делать. Принимать решения и так далее. Вот. Спасибо вам за это. Останавливаться не хочется, потому что еще я понял такой момент, что... Ну, когда я иду с камерой... Мне, короче, комфортнее с камеры идти, чем без нее. Почему? Потому что... Когда я иду вместе с вами, то... То есть я все, я вот сфокусирован. У меня полная включенность. Полная включенность на вот каком-то таком... Я чувствую шарик вокруг себя. То есть вот мы с камерой обволакиваем пространство. И как будто бы... Ну, то есть я отсекаюсь от людей, от внешнего мира и так далее. Несмотря на то, что... Как бы, Андрей, камон, ты пришел в парк. Что ты смотришь в камеру? Смотри по сторонам, наслаждайся, думай, мечтай, вдохновляйся. Вот. Но... Но, собственно, вот есть какая-то потребность тоже выговариваться, что-то проговаривать. Вот. И так далее. И вот как только я камеру выключаю и начинаю просто идти, я начинаю замечать людей. Я начинаю чувствовать их какие-то вибрации, их какие-то настроения. Ну, как мне кажется. Вот. И это как-то на меня воздействует все. И мне, ну, не скажу, что прямо это очень нравится. Вот. То есть я прям сильно начинаю отвлекаться в эти моменты. И мыслительный процесс, ну, как бы никак не строится. Вот. Потому что ты вот идешь, видишь человека, посмотрел на него и начинаешь думать о нем. То есть как бы, во-первых, начинаешь чувствовать его, чувствовать какую-то эмоцию. Как ты начинаешь ее примерять на себя, что-то там докручивать и так далее. И все. И ты уже, ну, как бы улетел из фокуса. Вот. А с вами, собственно, хорошо, классно, комфортно. Вот. Спасибо. Спасибо вам за такое комьюнити. Вот. Собственно, что пожелаю каждому из вас, чтобы вас окружали люди, да, с которыми вам тепло, хорошо, классно, комфортно. С которыми вы всегда можете поделиться, что-то высказать, которые вас поймут. Или, может быть, даже не поймут, но, во всяком случае, приложат все усилия для того, чтобы вас понять, для того, чтобы вас выслушать, задать какие-то правильные вопросы и так далее, и так далее. Вот. Ну, а понимание – дело, наверное, времени. Вот. И желание, да. Все. Продолжаем. Ребята, чуть было не упустил такую возможность показать вам красоту, которая находится на последнем этаже нашего здания. Собственно, я, когда гулял по парку, увидел, что с крыши нашего здания свисают всякие деревья. И подумал, что, возможно, тут должна быть какая-то зона для жителей. И, собственно, да, она есть. Вот барбекюшная. Собственно, тут что-то можно готовить. Какой-то бассейн даже есть. К слову, я уверял тренера, что нет, ничего не получится поплавать вообще без вариантов. Это вообще невозможно найти какой-то бассейн. Слишком много времени для этого всего нужно. Но, пожалуйста, нет. Ну, он, конечно, не глубокий и не длинный. Но после того, как мы в Ханое с вами плавали, в 7-метровом бассейне, это кажется прям олимпийским таким парком. Вот, собственно, мы с вами ходили... Ну, не видно, но туда ходили, по папке гуляли. Вот. Такие виды тут открываются. Ну, прикольно. Кстати, несмотря на то, что здесь достаточно, ну, как бы шумная, оживленная трасса, в квартире достаточно тихо. То есть, это такая мысль, что если ты живешь рядом с дорогой, то чем выше ты находишься, тем, собственно, больше шансов, что тебе эта квартира приглянется. Вот. Собственно, блин, ну, прикольно, что-то сказать. Вот где, где надо было сегодня целый день учились. Но, собственно, у нас еще есть завтрашний день. Вот, поэтому, я думаю, что этим мы и займемся. Ну, а что это еще интересно? Ну, собственно... Ну, собственно... То есть, ну, Александр, извините, ничего, как бы это не запланированная история была. О, тренажерный зал даже есть. Ну, ребят, вообще прям... Прям... Прям роскошь. Ну, естественно, только... Так. Ага, хрен там. А нет. Все работает. Вот, ну, в принципе, что, вот. Ужарный зал. Беговые дорожки с видом и ночной город. Это я. Вот. Ну, блин, прикольно. Это вдохновляет. Это вдохновляет. Вот. Ну, и бассейн, конечно. Ну, класс, чем? Класс. И прикольно, что сегодня, между прочим, воскресенье, вот. И никого, тут никого нет. Ну, только вот одна пара отдыхает. Вот. Такие места. Такие места. Класс. Вдохновлен. Теперь можно идти покушать. ПОДПИСМЕНТВ. ПОДПИСМЕНТВ. Продолжение следует...